Друзья мои, вечер добрый. Мы вам ни разу еще не показывали полностью процесс, как мы с Наташей вечером все делаем. Ну, начинает Наташа вот, забираем его. Гош, пойдем, попу помоем, помоем в ванне, сейчас посмотрите, как она его оденет, и кушать пойдем заодно, сразу. А раньше он сам бегал, Наташа, в ванну. Сейчас уже не хочет, ленится, да? Ты ленишься? Цепился. А вот с этой стороны сейчас. Каждое движение контролирует, что делает, да? А это что такое, шампунь, да? Это детский шампунь, да. Нельзя. Лянь-лянь, в руку. Нельзя. Ах ты. Балованный какой. Нельзя. И знает, что в руке шампунь у тебя, в руку к тебе нырь. Хочется, почему-то ему мыльное. А они все любят это мыло. Ну, хоть и детский, все равно не надо. Лянь, у него мордочка вся мылит, в пене. Иди к маме, иди сюда. Давай лапушки вытрем. Давай личико, маме. Маме, личико-тое красивое такое. Алесенький такой. Поднимайся. Стой. Апля. Пойдем. Ого, ты какой моряк сегодня будешь. Хариут. Ты моряк сегодня будешь, да? Ах ты моряк. Давай, памперсы надевай. Памперсы надевай. А он ногу дает, в первую очередь. Вот так. Подожди. Нет, перевернись еще. Попочку прикроем, да, зайчик? Подожди, 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 не балуйся. Сейчас пойдешь кушать. Ой, мама, тебе такой ужин классный приготовила. Фруктовый. Маму, маму, пойдешь кушать? Обалденный. Лапочку засовывай. Ага, молодец. Вторую маме лапочку давай, вытягивай. А я не знаю, тут дырочка есть, Сереж, дай мне ножницы. А вот сзади тебя. Маленькие ножнички, дай. И мне надо хвостик сюда вставить, дырочку. И будет удобно, да, Зелчика? Ну, конечно, хвост. Так хвостик. Так он будет мешать внутри ему. Так будет хорошечно. Кстати, надо бабушку попросить, чтобы чулочек связала на хвостик. Хвостики тоже замерзают у них. Маленькие ножницы. Маленькие ножницы одевай. На хвостик чулочек наденем, чтобы хвостик не замерз. Будешь бегать по улице. Ну, у нас морозы будут в феврале только. У нас еще не было морозов. Плюс 13, плюс 10 максимум. Скажи, у нас тепло тут, хорошо. Ну, сегодня вроде как какая-то изморозь была, но тепло на самом деле. Тепло, я прям в куртке расстегнутая пошла на работу. Иди кушать, зайчик, иди. Нет, нет, нахуй. А вон, смотри, где мама. Тебе. Не-не-не-не-не, вот-вот-вот. Маленькие ножки хочет. Нет-нет-нет, там кака. Ай, Сереж, рыбу схватил. Подожди. Ну, я ж не знаю, Наташа. Подожди, подожди, Гош. Отдай рыбу нельзя, забирай, забирай. Ой, фу, рыба. Кака. Голову не надо, садись кушать. Залазь. Вовнутрь. Надо протереть. Она же соленая. Ну да, соленая нельзя. Дай мою ручку протрет. Так не делай, не бросай тут кошкам вот это, потому что он же тоже может это схватить. Кошек еду забирает. Одиногой. Мне кажется, он водичку хочет. Он прям в ванную, он хотел воды попить. Да, говорит, подтверждает. Да, пей, пей, мы поняли. Дюй, хоресики. Ой, ой, ой. А это что, Наташа, такие-то? А это гранаты в торговетках. А, как гнездочки. Ну, у меня торталетки оставались. Еще когда Степан Варнин пошел на проводы. Не знает, за что схватиться. Правой рукой схватился. А вот здесь я хлеб с этим сырком плавленым положила. Не знаю, будет кушать. За гранат схватился. Другой рукой за это. Подхрюк-хрюкивает. Моя ты хрюк-хрюкалка. Ты смотри, ну соленая хочется, да? Ну, нельзя. Ну, это твой, это копченая голова. Она, конечно, пахнет. Он услышал и схватил ее. Ему ж хочется такого тоже. А вот сейчас в комментариях люди пишут, что обезьяны любят соль. Вот они на человеке соль выискивают, Сережа. Я такого не слышал еще. Вполне возможно, почему нет. Но все равно соленые нельзя иметь. Хоть и хочется. Граната хорошо для крови. Ой, как вкусненько. Гош, тебе вкусненько? Та моя ты рыба. Наши гранаты местные, недалеко. Подхрюкивает. Рядышко. И косточки ездят. Друзья мои, хотим поблагодарить вас с Наташей от чистого сердца. Вы у нас очень сердечные, добрые люди оказались. Наши подписчики. Мы почти что собрали на Марусю. Мы на финишном пути. Осталось совсем немножко нам дособирать денег. Вот. 50 тысяч мы с Наташей свои вкладываем туда. Но нам не хватает 28 тысяч. Меньше же, Сереж. Потому что люди перечисляют сегодня вечером. Ага, меньше. На 2,5 тысячи меньше. И надеюсь, мы уже дособираем эти деньги. Если что не дособираем, то дозаймем, конечно. Вот. Вы сами видели на Марусю. На состояние. Мечется бедная по этой клетке. Туда-сюда. Состояние у животного пограничное. Вы видели сами. Срочно надо забирать. Выпускать с клетки. Реабилитировать ребенка. Давать волю. Чтоб она ходила, гуляла, бегала. У меня режим устанавливать. И все такое. Вот я посмотрела вот это видео, которое... Ну, вот это видео последнее меня очень насторожило. Вот даже те видяхи не так она себя в клетке вела. А вот это видео, как она бегает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Просто до нее нет денег. Это уже как, знаешь, какая-то болезнь какая-то уже начинается. Психологическая. Мы поможем и реабилитируем. В общем, друзья мои, по-любому назад дороги нет. После 20-го числа я буду ждать звонка. И поеду на встречу с Маруся. И что меня ждет, друзья мои, я не знаю. Вот. Я просто поеду по зову своего сердца. На договоренное место. Я, конечно, возьму с собой друзей. Возьму людей, которые будут мне помогать в этом. Вот. Нам просто Марусю надо забрать. Потому что там ей плохо, мне кажется. В плане того, что ну просто-напросто, если что, чтобы со мной ничто не случилось. Вот и все. Чтобы вы не переживали. Наша задача забрать будет Марусю, посадить ее в машину и привезти домой. Так что, мои друзья, держите кулачки. Я думаю, что все будет нормально. Ну так, будет нормально. Они же заинтересованы продать животное. Они заинтересованы, конечно. Если бы не заинтересованы были бы, зачем-то, да, это все было. Могли бы отдать в приют ее, да и все. Или в зоопарк. Сейчас в зоопарке нельзя обезьяну одну в клетке держать. Большие штрафы налаживают. Вышел закон в этом году. Надо, чтобы 2-3 обезьяны в клетке сидело. Да я знаю, я прочитал это уже. В интернете я это прочла. Закон такой, да. Потому что это социальное животное, которое необходимо, чтобы был рядом такой же, как и он. Без разницы, мальчик, девочка. Ну, чтобы были вдвоем. Вот только из-за этого и закон сохранить, чтобы законность всю. Поэтому и Марусечка должна к нам попасть в дом. Тарталетку тоже кушаю. Попробуй. Друзья мои, низкий вам поклон. Мы с женой вообще не ожидали, что вы откликнетесь на эту просьбу, на нашу. В общем, мир не без добрых людей. Мы еще раз убедились, что есть на земле добрые люди, которые умеют сопереживать, которые умеют сочувствовать, которые знают, что такое доброта, которые могут отдать последнее. Я таких людей люблю, уважаю. Я таким людям тоже готов отдать в пять раз больше, если оно у меня есть. Поэтому вы, наша семья, оставайтесь с нами, оставайтесь на связи. Пишите в комментариях все, что вам угодно. Ну, в плане того, что... Ну, насчет обезьяны, там, какие-то советы. В смысле этого, что угодно. По поводу обезьяны и канала. А все остальное, оно должно мимо проходить нашего канала. У нас негатива нету и не будет никогда. Он у нас долго не задерживается. Кто-то такой прибежит, посмотрит, что ему тут делать нечего и побежал дальше. Сереж, понравился ему хлеб с сыром плавленым? Да еще бы сыр не понравится. А это яблочко вам хрустит, да? Что, все гранатки скушал, что ли? А вот в этот раз кукурузу... А вот эту не хочет кукурузу. А вот которую я... Вот как она? Целая в кочерыжке? В кочерыжке. Он кушает. А вот в банке кукурузу не хочет. Да будет кушать. Очень не дошло. Написано на баночке. Ранний урожай, значит молоденькая. Уже полные... Уже полные эти мешки понапихал и... Да нет, и кукурузка пошла. Ой, ноги у бабки затекли. Ох, мама тут какую красоту навела. Шторку повесила. Гошка, если накушался, так и хватит. Вставай. Да этот... Погуляешь немножко. На диване телевизор сядешь. Посмотрим сейчас. Мультики включу. Нет, еще место есть, Сережа. Еще есть? Ага. Они же растягиваются. Вот бы у нас так было, да? У нас нет такого. А интересно, у него есть вот... Ну, какой-то приоритет. Вот, допустим, он что? Все вместе складывает. Или как-то там... Вот бы заглянуть, да. Вот мандаринки в одну сторону, яблочки в другую. Вот как оно у него там происходит, а? Или... По предпочтениям все время по-разному. Не бросай, это нехорошо. Да, вот в сторону он положил, оно рассыпалось немножко. Вроде все равно он старается. Я подберу, по-моему. Такой... В другой стороне положу. Хрю-хрю. А вот кофе, наверное, не будет, пап. Да не, на ночь-то зачем ему кофе? Ему сейчас полдесятого спать уже надо будет идти. Вот полчаса мультики посмотрит и... Ну зачем ты сказала про кофе, а вон, вон он начал... Укроточек одну ложечку можно же? Он же все слова знает, он услышал. Побаловаться. Ну если только одну ложечку. А он и так весь день чай пил. Я ему сегодня кофе не давала. А она, наверное, горячеватая. Ну, конечно, было. Да нет уже так-то. А пока в ложку набрала, она уже тепленькая. Побаловаться, да, Гошанчик? Кто мог, Алесенька? Да. С мамой разговаривает. Вкусная кофе? Вкусная. А я сердцевинку вырезала. Он хорошо ее отгрызает, сам выкидывает. Ну, он почти все гранатки там чуть-чуть оставил. На потом. Но он не угомонится пока это не доест. Он гранаты по-любому доживет. А, там посточка попалась. Двадцать минут, я думаю, достаточно. Будем друзьям своим говорить до свидания. Друзья наши. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди. Вот это выкидывает. Мы вам искренне этого желаем. Чтоб вы себя чувствовали всегда неущемленными. И чувствовали, что вы кому-то в этой жизни нужны. Я всегда желаю здоровья, потому что это самое главное в этой жизни. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.